привет ребятишки так 1 мая немного с опозданием значит день труда и весны день раба и весны это очень забавно потому что в питере как обычно вот последние годы очень много украшений украшен город он настолько сильно украшен что на невском проспекте одно из украшений даже упала на проезжающий автобус к сожалению никто не погиб потому что у нас вот народ такой что пока кто-то не подохнет думать никто не начинает своей башкой май это последний месяц весны начинается она в марте почему тогда вы день весны не отмечайте 1 марта отмечайте 1 мая то есть сколько дней весны должно быть 2 2 раза надо отвечать или чего не 92 тогда сколько сегодня весны потом день труда вот для тех кто только что проснулся мы последние 30 лет живем как минимум при капитализме перемешку с повальной коррупцией организованной преступностью во власти где труд человека физически в первую очередь как и его собственная жизнь не стоит ни хрена вообще если вас это пока не коснулось то это не говорит о том что у нас порядок в стране это говорит о том что вы покорный раб и еще не привлекли внимание своим личным мнением и чувством собственного достоинства у нас нет ни свободы слова не свобода выбора не право этого выбора невозможности частного предпринимательства не частной собственности уже нет вот на примере вот этих вот пятиэтажек с носом вчера заявили что и четырехэтажные дома тоже попадают под эту программу то есть мне кажется они со временем скажут что под программу сноса попадают все что ниже пятого этажа я допускаю что вот этот праздник день труда там раба не знаю кого еще он сейчас учрежден не для тех кто вкалывает а для тех на кого вкалывают тогда все очень логично получается большой добрый праздник слово вот рабочий работяга там как угодно уже давно стало оскорблением и унижением рабочий человек здесь это такое бесправное дерьмо скот ему даже любая более-менее стоящая баба рассмеется в лицо узнав что он работяга же даже беспонтово что тебя может ждать с рабочим человеком какая-то долговая яма кредитное рабство с нет никакого будущего это это в лучшем случае если какой-то кредит вообще получите скорее всего вам его и не дадут кто с рабочим дает кредиты если ты рабочий то разговор о девках вообще даже не уместен для тебя есть салон за тысячу рублей со шлюхами ходи туда рабочий человек это самое незащищенное существо сейчас в рф то есть ему можно давать какие угодно обещания как угодно его обманывать менять правила и условия работы кидать его на деньги двигать в любую сторону зарплату и в любом случае ему некуда даже пойти пожаловаться такое место даже не предусмотрено это такой тупой неудачник потому что пашет так как все умные у нас проебываются зарплаты соответственно ниже нижнего у рабочего класса то есть физический труб сейчас ничего не стоит не потому что он не нужен а потому что отношение как скотине а на самом деле он очень нужен у нас до сих пор сейчас много где грузчики грузят руками разгружают использовать грузчика сейчас человека вот такого раба это гораздо дешевле чем гонять какую-то технику погрузку там осуществлять с помощью техники гораздо лучше найти вот такого придурка дать ему 16 тысяч в месяц и пускай он пашет чем тратить на погрузчика бензин там еще читать этого же человека оплачивать которому придется платить больше так как у него там есть какие-то права еще чего-то на управление этой техникой то есть проще найти обычного раба вот такого никчемного при этом у них зарплата вдвое меньше чем у охранника или у какой-то проститутки в офисе которая бумажки перекладывать с 5 до 10 о чем вы говорите какой день труда праздник труда в стране рабов и эти люди в этом всем еще находят какой-то повод для гордости отмечает день раба надо понимать что если ты на этом празднике жизни позволишь себе какую-то свободу мысли или вякнешь какой-то не тот лозунг то ты имеешь все шансы пойти по административке из комментариев у нас на канале народ пробуждается пробуждается гражданское сознание стали все все понимать и ходить на митинге ну вот насчет кто чё стал понимать и ходить на митинге болотная была 2011 2013 год сейчас уже 2017 что они долго понимают и пробуждаются этот труп разбудить невозможно народ нифига не пробуждается даже близко нет никакого пробуждения вот когда он поймет в какое его дерьмо превратили эти власти осознает вот это тогда это отдаленно будет напоминать пробуждение когда не останется не патриотизма потому что нет предмета самого патриотизма не оптимизма потому что нет веры в завтрашний день не гордости потому что все просрали и даже веры в бога потому что он вам не поможет то есть у нас вот как у верующих принято на авось рассчитывать помолился как умеет авось пронесет то есть вот такой высокодуховные люди у нас вот такие вот только после осознания всего этого можно будет говорить о каких-то переменах в обозримом будущем пока никакого осознания нет вот я сейчас говорю и 90 процентов на меня обижается если бы было осознание тогда все были бы согласны никто не обижался я же про себя говорю я же на себя не обижаюсь чё на правду обижаться у нас большинство даже не понимает что все вот эти вот путинские многочисленные праздники которые сейчас появились там новый год по 10 дней сделаны для того чтобы вы тратили свои деньги когда вы работаете на работе то вы хотя бы на 20 процентов но работаете на себя когда вы отмечаете праздник вы на сто процентов тратитесь на них стране где нет никакого производства выгодно чтобы постоянно отмечать какие-то праздники то есть пока вы празднуете они зарабатывают гораздо больше чем когда вы работаете какой-то даже пускай офисный работник сидит на работе перекладывать это бумаги понятно что там и без него бы справились и гораздо выгодно сделать праздник чтобы он поперся со всеми своими друзьями и потратил деньги в кабаке пропил сколько-то потратил чем он здесь сидит и ничего не тратит эти сейчас стало для страны для вот этой власти для государства выгодно чтобы люди отмечали праздники так что никакого осознания пока нет все нормально отмечаем день труда раба там кому что нравится впереди день победы которую просрали как минимум лет двадцать назад так ну все пока